Пластик, туалетный ману, салфетки. Луиза Салахова в свой рабочий день собирает мусор на водохранилище. Вместо обычных трудовых будней – уборка. Как и у других сотрудников предприятий. А все потому, что Альметьевское водохранилище в запущенном состоянии. Отдыхающие на берегу люди знают, как проводить время весело, а убирать за ними приходится другим. Субботники проводились, они проводятся. Сотрудники Департамента экологии два дня назад выехали и в количестве пяти человек. И 20 мешков уже на этой неделе собирали. Сегодня мы привезли порядка 200 мешков и планируем весь объем собрать. На субботники около 35 человек. Сотрудники МОБГУА, Цветсервис, Управление ресурсами, Водоканал, Транспортное управление и Департамент ЖКХ. После дня молодежи у водоема особенно много мусора. Остатки еды, салфеток и бутылок – все напоминают об улом праздники. Несмотря на то, что весной в субботники экологи и волонтеры здесь убирались, все снова пришло в негодное состояние. Не рады этому и местные рыбаки. Николай Мазанов – рыбак с 30-летним стажем. На водохранилище ловят леща. Своему хобби он предан – три раза в неделю ходит к водоему и все видит. Вот месяц тому назад, наверное, какие-то пацаны-волонтеры собрали все и опять. Вот друг водил дочку, развалился в ногу, вот козы, вот бутылку накидали, а то еще и возьмут и разобьют. У самих рыбаков правило – собирать свой отход, две специальные пакеты увозить с собой. Но его придерживаются не все посетители водоема и родника. Еще есть такой момент – жители, отдыхая, складируют мусор в пакет, но пакеты оставляют на месте, и собаки их по берегу растаскивают. Сотрудникам предприятия предстоит убрать 5 километров территории. Рейды экологами тоже проводятся. Выявляют купающихся и тех, кто мусорит. За оставленные отходы на водохранилище альметьевцам грозит штраф – от 500 до 3000 рублей. Рената Светгораева, Семен Егоров, Новости Юго-Востока.